В этом видеосюжете мы совершим экскурсию в центральном архитектурном и историческом ядром хорватского города Сплит. И я поделюсь с вами информацией, полученной из путеводителя под Алмацией, приобретенного в этом городе. Наша экскурсия начинается с набережной Сплита, куда мы прибыли морским транвайчиком компании Буралай из Трагира. На набережной вы сразу же сможете найти отлитые из бронзы макеты города. Это макет дворца римского императора Диоклетиана. Именно так выглядел этот дворец на рубеже третьего и четвертого веков. Дело в том, что Сплитка-город образовался лишь в седьмом веке, а до этого немного северо-восточнее на берегу Кашталанского залива существовал античный город Салон. Римляне, пришедшие сюда в начале нашего столетия и отвоевавшие эту территорию в Балканском полуострове Удалмако, древнего иллирийского племени, очень большое внимание уделяли развитию Салона. И в третьем веке нашей эры Салона становится самым крупным городом на всем Адриатическом побережье, а это макет исторической части города в реальном времени, по которому вы сможете сориентироваться и спланировать свою пешеходную экскурсию. Но вернемся к истории. В третьем веке Салона достигла своего расцвета и по данным корватского путеводителя насчитывало более 60 тысяч жителей, что всего лишь в три раза меньше населения сегодняшнего Сплита. В это время римский император Диоклетиан построил юго-западнее Салоны на берегу моря свой загородный дворец, ставший впоследствии основой города Сплит. В седьмом веке в область Кашталанского залива пришли авары и славяне, до основания разорившие Салон, после чего она никогда больше не возобновилась. Выжившее население расселилось по окрестным островам, а значительная его часть нашла убежище в стенах дворца Диоклетиана. Большой императорский дворец благодаря своим мощным стенам и оборонительным башням быстро превратился в средневековый город Сплит. Римские сооружения перестраивались в помещение поменьше и стали основой будущего города. Сегодня Сплит. Крупнейший хорватский город, второй по величине после Загреба. Автотур. Первый туристический оператор, профессионально занимающийся организацией индивидуальных путешествий на собственном автомобиле по Европе, все наши клиенты получают полный объем информации, благодаря которому их путешествия становятся максимально комфортными и содержательными. Мы работаем со всеми автотуристами из любого уголка нашей страны, так как основная наша задача это популяризация международного автомобильного туризма. Обращайтесь и мы организуем путешествие, о котором вы мечтаете. Безвизовый режим со странами Европы открыл для любителей индивидуальных путешествий, в том числе и для автотуристов, новое истинно неограниченное возможность. И для того, чтобы разобраться во всех нюансах и подводных камнях, с которыми вы сможете столкнуться как в процессе подготовки путешествий, так и непосредственно во время его, мы разработали целый цикл тревел-мероприятий, разбитых по странам, сезонам, курортам и городам, основанных на личном опыте и профессиональной подготовке. Ознакомиться с тематикой и расписанием семинаров, а также с условиями регистрации вы сможете на соответствующем разделе нашего сайта. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео и путешествуйте с удовольствием. Этот античный внутренний дворик дворца Диоклетиана в средневековье выполнял функцию городской площади, сочетавшей светские и религиозные функции. Мавзолей Диоклетиана превратился в кафедральный собор Святой Богородицы, который с 9 века все чаще упоминают как церковь святого Дуяма, первого епископа Солоны и христианского мученика. В раннее средневековье сплит был под византийской властью. В 9 веке создается государство хорватских князей, которое особую силу приобретает в 10 столетии. В 11 веке сплит вошел в состав хорватского государства, которым в то время правил король Петр Кришемир IV. В начале 12 века сплит получает городские привилегии, а во время правления венгеро-хорватских королей, сплит пользуется статусом свободной коммуны, что-то вроде нашей свободной экономической зоны. Это способствовало процветанию и быстрому росту города. Периодически во внутреннем дворике бывшего дворца Диоклетиана устраиваются небольшие костюмированные представления, напоминающие о римском периоде истории региона, после чего римские легионеры смешиваются с толпой туристов и все желающие за один евро могут сделать фото или селфи в окружении римских воинов. Начиная с конца 13 столетия, венецианский флот один за одним захватывает города и регионы, расположенные вдоль восточного побережья Адриатики. В 1420 году сплит признает власть венецианской республики и остается в ее составе до 1797 года, то есть до полного ее крушения. Долгий период венецианского правления также оставил свой след в архитектурном облике города. В 16-17 столетиях сплитские земли испытывают постоянные угрозы захвата Османской империи. В этот период венецианская администрация строит мощную систему оборонительных укреплений с пятиугольными бастионами, опоясывающую весь город. После упразднения венецианской республике в сплите на короткое время устанавливается наполеоновская администрация, но уже с 1813 года по 1918 сплит, как и вся Далмация, попадает под власть Австро-Венгерской империи. В 19 веке полностью меняется лицо города, город далеко выходит за рамки средневековых границ, строится современный морской порт, защищенный мощными волнорезами, а исторический центр сплита с дворцом Диоклетиана, согласно международным конвенциям, организация ЮНЕСКО внесла в список всемирного культурного наследия. Дворец Диоклетиана считается наилучше сохранившейся во всем мире постройкой античного периода. Он одновременно представлял собой роскошную императорскую резиденцию, древнегреческий город и мощно укрепленный военный лагерь. Для полноты картины о исторической части сплит вы можете прогуляться вместе с нами улочками старого города. Туристов на улочках старого города пока немного, потому что мы прибыли в сплит первым рейсом морского трамвайчика Боролайн из Трагира около девяти часов утра, но с каждым часом их количество будет увеличиваться. И я думаю, вы это заметите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Памятник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok